К нам подключается Михаил Подоляк, советник глава Офиса президента Украины. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Благодарю вас, что нашли возможность. Итак, 82 населенных пункта контролируются в СУ, говорит Александр Сырский. Стоит ли перед руководством Украины задача обеспечить безопасность населения на этих территориях? Ну, немножко другие стратегические цели, конечно же, ставят перед... Не военные, я понимаю, не военные в данном случае. В том числе, конечно же, такие цели стоят в защите от гражданского населения, потому что Украина не ведет оккупационную войну. И, безусловно, тип войны, которую Украина демонстрирует в Курской области, кардинально отличается от того, что Российская Федерация демонстрирует на территориях, оккупированных в Украине. Ну, то есть, грубо говоря, там тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение населенных пунктов. Ну, то есть, используются любые там средства, артиллерия, РСЗО и авиация. И, соответственно, мы с вами видим, что случилось с более чем тысячей населенных пунктов в Украине. То есть, они часто стерты с лица земли, а Украина, конечно же, иначе воюет. И, соответственно, это не оккупационная операция, это операция, которая решает другие цели. И при этом эта операция полностью опирается на международное право, в том числе международное гуманитарное право, которое гарантирует населению, некомбатантам, то есть гражданскому населению, определенное поведение тех частей воинских, которые туда заходят со стороны Украины. Ну, и, конечно же, им гарантируется безопасность. То есть, минимальный набор функций будет выполняться, то есть имеется в виду подвозка медикаментов, продуктов питания, воды. Потому что, как мы с вами понимаем, российские власти полностью бросили этот регион на произвол. И, соответственно, никакой там гуманитарной составляющей нет. Кроме того, что может оказать Украина. Более того, Украина говорит о возможности организации эвакуационных коридоров в обе стороны. Ну, и, естественно, российская сторона принимать точно так же, как это было, кстати, когда мы в начале войны пытались организовать эвакуационные коридоры на оккупированных территориях Украины и вывести оттуда своих граждан. Россия блокировала все эти попытки точно так же. Россия сейчас активно блокирует попытки, предпринимаемые Украиной, для эвакуации граждан России. Еще раз, нет компотентов. Они, конечно же, получат возможность быть эвакуированы через Украину, если это будет необходимо, в третьи страны. И дальше уже граждане России смогут там решать свои вопросы. Михаил, поступали сообщения о погибших гражданских в ходе наступления ВСУ на территории Курской области. Что вы можете сказать по этому поводу? Не готов говорить о статистике, но вы прекрасно понимаете, что зона боевых действий – это не какое-то там место, где гарантируется стопроцентная тотальная безопасность. Безусловно, там применяется, например, та же Россия по той же судже применяет, скажем, авиационные бомбы. Это неточное оружие. Применяется артиллерия, тяжелая фронтовая артиллерия. Опять же, Россия пытается абсолютно не играть по правилам, абсолютно точно сносить все, что находится в том числе в Курской области и так далее. То есть мы такой же тип войны, еще раз подчеркиваю, видели в Украине. То же самое происходит сегодня в Курской области. То есть Россия пытается воевать теми способами и методами, которые она привыкла применять. И, соответственно, конечно же, угрозы и риски гражданскому населению существуют, особенно тому, которое не было своевременно оповещено о том, что происходит в регионе как таковом. То есть те, которые не готовы были эвакуироваться, не готовы были, скажем так, обеспечить себе какие-то там надлежащие места укрытия и так далее и тому подобное. Конечно, риски такие существуют. Говорить о том, что Украина ведет какую-то там целенаправленную атаку на гражданское население, конечно же, нельзя. Безусловно, Украина, еще раз подчеркиваю, не ведет оккупационную войну, не ведет войну с гражданским населением. Строго придерживаться, и об этом президент Украины неоднократно уже говорит. В своих публичных выступлениях и, понятно, на ставке Верховного Главнокомандования о том, что Украина строго придерживается международного гуманитарного права и, конечно же, соответствующим образом относится к гражданскому населению. Еще раз подчеркиваю, гражданское население не проявляет там какой-то особой агрессии. Безусловно, оно шокировано тем, что происходит. Безусловно, оно наконец-то начинает понимать, что эти 20 мая года переживает Украина, потому что многие регионы, к сожалению, Украины в начале полномасштабного вторжения люди были вынуждены точно так же покидать, бросать свои дома. Я имею в виду женщины, дети и старики, прежде всего. Взрослое население вставало на защиту своих регионов. В России мы видим немножко другую реакцию, мы видим шокированных людей, которые совершенно растерянны, совершенно не понимают, что происходит. Часть из них, конечно же, даже не готова обеспечить себя хотя бы минимальными предметами, которые необходимы питание, медикаменты и так далее. Скажите, пожалуйста, сейчас в российской медиа-среде, естественно, очень активно обсуждается судьба пленных. Можно ли раскрывать, можете ли вы раскрывать данные о том, сколько сейчас пленных россиян у вооруженных сил Украины? Вы знаете, во-первых, тут нужно говорить о том, что это немножко другие плены, это не те, которые по контракту заходят. Я срочников имею в виду, конечно же, срочники. Прежде всего, срочники, те, кто был гарантирован российским руководством от неучастия в неучастии в войне. Их достаточно много, счет идет на сотни, на тысячи, можно даже сказать. И, соответственно, это совершенно другой уже обменный фонд. Ну, я не готов говорить о реальных цифрах, потому что ситуация нестабильна, ситуация меняется там ежечасно, да, но, соответственно, есть разные продвижения, есть разное, там большое количество военных объектов, большое количество тех же срочников находилось на территории Курской области, большое количество лагерей. Срочники выполняли, вы знаете, определенную обеспечительную роль, то есть они, понятно, они участвовали, собственно, в войне, но они обеспечивали поставку грузов для войны, то есть, соответственно, охраняли военные объекты, охраняли тренинговые центры, штабы и так далее, центры накопления ресурсов, центры накопления техники, охраняли эту технику и так далее. То есть таких объектов в Курской области очень много, и, соответственно, срочников там чрезвычайно много. И, конечно же, все они не готовы к введению боевых действий, они достаточно быстро сдаются в плен, как таковой, их очень много. Точную цифру я не готов ставить, наверное, только по поводу штаба. Я готова будет это озвучить, если посчитает нужным, но, тем не менее, фонд действительно пополнится, и действительно сейчас обменные процессы, наверное, будут антифицированы. Я не вижу в этом, ну, скажем так, нежелания российской стороны участвовать в этом, потому что это совершенно по-другому сегодня воспринимается. Ну, то есть с российской стороны поступило уже предложение об обмене. Ведутся ли интенсивные переговоры уже сейчас? Да, есть такие предложения, и, опять же, сошлись на представителей и штаба по обмену пленным, они об этом официально заявили, и господин Лубенец заявил о том, что у него есть большой объем коммуникации с Москальковой, с формально уполномоченной по правам человека Российской Федерации, о том, что такие обменные процессы нужно интенсифицировать, нужно начинать, и, соответственно, все, кто в Курской области попадает в плен с российской стороны, прежде всего, срочники те же, что Россия готова их рассмотреть как возможность обмена в ближайшее время. Поэтому такие переговоры, конечно же, идут. Будут ли они быстрыми, будут ли они успешными? Я думаю, что быстрыми они вряд ли будут, но, тем не менее, я надеюсь, что они будут успешными, потому что нам нужно забирать своих людей из российского плена. Скажите, пожалуйста, на фоне операции украинских вооруженных сил Владимир Путин заявляет, что не видит перспектив для переговоров о мире. При этом известно, что президент Зеленский рассматривал проведение второго мирного саммита с участием российской стороны, как раз он об этом говорил. Всели ли это идея, и когда можно ожидать подобной встречи? Давайте здесь правильно акценты расставим, чтобы не было никакого такого двоемыслия, что ли. Вы смотрите, Путин никогда не предлагал переговоры. Это все фикция. Он указывался, что теоретически они могут. Более того, он заступал с неким предложением, которое априори было невыполнимым. Безусловно, это капитулятивное предложение. Вы должны отказаться, если коротко, очень коротко. Отказаться от своих территорий, даже те, которые мы не захватили. Вы должны немедленно прекратить огонь, по сути, сложить оружие. Вы должны не оказывать сопротивления. Вы должны отказаться от своей субъектности, отказаться от претензий санкционного юридического характера. Ну, грубо говоря, Украина должна полностью проиграть. Это очень щедрое предложение Путина. И давайте мы начнем с этого переговора. А дальше мы там еще выставим целый ряд условий. А если не выставим условия, если вы на это не согласитесь, главное, чтобы Василий за стол переговоров. Потому что в этот момент мы будем считать, что Россия не проиграла. И будет заморозка конфликта. Вот предложение Путина. Естественно, оно неприемлемо. Что делала Украина? В том числе предлагая участие в саммите мира. Украина говорила, для того, чтобы саммит мира, второй саммит мира, где будет более глобально обсуждаться вопросы войны и мира как таковые, и в том числе, возможно, присутствия Российской Федерации, то до этого нужно выполнить определенную работу. Работу по принуждению России к адекватному восприятию концепции мира, как такового концепции переговорного процесса. Украина предлагает, уставный господин Зеленского предлагает следующее. Переговорный процесс должен базироваться на международном праве, который четко регламентирует, что можно, что нельзя. Второе. В рамках этого переговорного процесса стороны должны получить своих гарантов, то есть те посредники, которые будут гарантированы выполнением сторонами условий переговорного процесса. Ну и, наконец, стороны, которые подписывают итоги переговорного процесса, должны соблюдать, выполнять, как угодно можно назвать. Опять же, для того, чтобы Россия более адекватно воспринимала условия справедливого переговорного процесса, ее нужно к этому принудить. Действия в Курской области – это один из инструментов принуждения России к осознанию, что война будет идти не по сценарию России. Соответственно, предложения, подобные путинскому, не являются не то что реалистичными. Они будут только усугублять те проблемы, которые Россия будет приобретать постепенно в рамках этой войны. Большое вам спасибо. Я просто уточню в конце, когда Путин говорит, что Украина зарабатывает себе переговорные позиции, что вы ему отвечаете? А ему не нужно отвечать. Он уже не слышит русский язык. Он уже не разбирается в том смысле слов, которые сам произносит и которые ему произносят встречно. Поэтому, смотрите, пока Россия будет еще считать, ну, имеется в виду Путин, да, будет его угрожение, считать, что у них достаточно ресурсов для продолжения войны как таковой, они будут это делать. Ну, и войны имеется в виду с разным финалом. Не обязательно, как они считают, решить все здесь и сейчас. Можно перенести решение на позже, когда они там определенную работу над ошибками проведут и так далее. Но вот как только они будут терять все больше и больше, не только имеется в виду каких-то там информационных возможностей, дипломатических возможностей, но как только они будут терять все больше денег, то есть могут не зарабатывать столько денег, которое необходимо для финансирования войны, если они будут терять, конечно же, территорию, если они будут терять гораздо больше техники в этой войне, то тогда они будут более четко понимать содержание тех предложений, которые им делают, или хотя бы понимать те слова, которые им произносятся. Субтитры создавал DimaTorzok